Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России РАЕКС-100. Мереприятика Дню России в Институте Психологии и Образования. Всем привет! В эфире Неверньюс, а в студии Сабина Гасанова. Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России РАЕКС-100. На какой позиции расположился Казанский федеральный университет и в чем основная задача рейтинга узнавала Елизавета Никитина. Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России РАЕКС-100. Казанский федеральный университет, как и годом ранее, занимает 20-ю позицию в списке. Его рейтинговый балл составил 3,73. Это большое достижение для нашего коллектива в таких непростых внешнеполитических условиях, когда даже базы данных, доступ к информационным ресурсам становится стратегическими ресурсами, его ограничивает, начинают искать выходы, то есть на что должны быть ориентированы рейтинги, потому что рейтинги позволяют корректировать и нацеливать университеты на новые задачи. Рейтинг – это интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп, работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные, анкетирование вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. Наш университет, он очень широко представлен, то есть там абсолютным лидером является Уральский университет, мы здесь на втором месте. Хотя, еще раз говорю, есть, на мой взгляд, ряд направлений, которые мы готовы были обсуждать или нам необходимы разъяснения. А это говорит о том, что в целом системные преобразования идут достаточно широко и достаточно серьезно. Отметим, что при составлении рейтинга агентство РАЭКС использует более 40 критериев. Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов. Условия для получения качественного образования, уровень невостребованности выпускников-работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности, значение каждого из интегральных факторов определяется группами показателей, которые, в свою очередь, объединяют показатели, характеризующие важнейшие аспекты деятельности вуза. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся квест и круглый стол, посвященный предстоящему Дню России. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей Казанского федерального университета. Далее преподаватели Казанского федерального приступили к награждению победителей квеста «Моя Россия», который проходил немного ранее. Соревновались юные умы в знании истории России. Среди призеров оказались студенты Института международных отношений, Института управления экономикой и финансов, ну а первое место занял Институт психологии и образования. Награждается команда, занявшая первое место. И, кстати, для меня это абсолютно неожиданно. Все знали, что вы столько знаете историю России. И я рада, мы будем продолжать работать в этом направлении. Итак, диплом награждается команда Института психологии и образования. Уэл! После торжественного вручения наград победителям, мероприятие плавно перешло в формат круглого стола, участниками которого стали 80 человек. Ключевыми темами стали «Молодежь группы РИСКО. Кто это?» и «Психологическое сопровождение молодежи группы РИСКО». Эксперты и участники мероприятия рассматривали разные ситуации в поиске решения данных вопросов. И вместе с Институтом психологии и образования мы уже не первый год проводим круглый стол, который называется «Мы связаны с тобой одной судьбой России». Но также в рамках этого мероприятия мы проводим уже несколько лет и квесты, которые объединяют студентов. Чаще всего мы всегда целевая аудитория – это студенты первого курса. Завершилось мероприятие. Церемонии награждения победителей и призеров фото-конкурсов «Образ России в объективе» и к семейному альбому «Прикоснись». Аделина Зинатова, Фарид Захид Углы, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается образовательная программа для проректоров ряда узбекских вузов. Все подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете продолжается программа повышения квалификаций для проректоров вузов Республики Узбекистан. Университет посетила уже вторая делегация. Программа у них точно такая же, как и у первой группы. Изначально проведение мероприятия планировалось совместно с Министерством инноваций Республики Узбекистан. У нас большие планы на будущее в сфере стажировки, в сфере академической мобильности. Мы будем меняться своими знаниями, с вашим опытом и с нашим опытом. Я думаю, что будет все отлично. Нынешний визит связан с тем, чтобы мы смогли четко, конкретно подобрать те направления, по которым мы сможем реально воплотить это всю жизнь. Изучаем весь опыт Казанского федерального университета в области инноваций, в области коммерциализации готовых работ. Я думаю, это будет интеграция науки и промышленности. В настоящий момент в планах продолжение программы и расширение географии проекта. Представители Казанского федерального университета уже ведут переговоры с зарубежными коллегами. Мы разговариваем с Республикой Казахстан в настоящее время, потому что мы эту программу отправляли и нашим казахским коллегам. Сейчас идет обсуждение уже конкретных сроков, дат. Я думаю, что это, наверное, будет уже с осени предстоящего учебного года. Напомним, первая группа узбекской делегации завершила программу повышения квалификации 7 июня. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Одной из популярных современных болезней является лишний вес. Как скорректировать фигуру без вреда для здоровья узнавала наш корреспондент. В России около 60% населения имеют проблемы с лишним весом. Это серьезное заболевание, которое требует комплексного обследования и лечения. В научно-клиническом центре Казанского федерального университета создан специализированный центр коррекции веса и моделирования фигуры. Он базируется на мультидисциплинарном подходе ведения пациентов с применением новейших методов борьбы с ожирением. Наше лечение включает несколько этапов. Это консервативный этап или лечение с помощью медикаментозных и немедикаментозных способов лечения и этап хирургического лечения. Первый этап включает в себя диетотерапию и в случае необходимости медикаментозную терапию, а также психотерапию в случае наличия расстройств пищевого поведения. Одним из инструментов диетолога является дневник питания. Благодаря ему можно выявить пищевые привычки и проблемы, которые привели к избыточному весу. На протяжении всего времени работы с диетологом пациент ведет этот дневник питания и обучается самостоятельно корректировать свой рацион питания. Если пациент обнаружил у себя избыточный вес и хочет скорректировать свой вес и улучшить свое состояние здоровья, то, конечно, в первую очередь нужно обратиться к диетологу, то есть ко мне, для того, чтобы пройти первоначальное обследование. Поскольку избыточный вес и ожирение вызывают осложнения, разнообразные в разных органах и системах тела, то необходимо провести комплексный анализ состояния. Это чекап, который включает и лабораторные, и инструментальные методы диагностики. На основании исследований мы получаем заключение, понимаем, с какой проблемой пациентам нужно работать. Назначается индивидуальная диета-терапия и в случае необходимости добавляются медикаментозные методы лечения избыточного веса, и они уже высокоэффективны. Лечение лишнего веса в научно-клиническом центре проводится под ключ по системе Total Support Service. Это значит, что помимо комплексной диагностики, проведения курсов терапии, операционного лечения, пациентов продолжают наблюдать на протяжении длительного периода, чтобы исключить риски рецидива. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В 2018 году студенты Республики Узбекистан были зачислены параллельно в два вуза – Казанский федеральный университет и Национальный университет. Узбекистана имени Мирзулукбека. Программа велась по совместному учебному плану, разработанному двумя университетами. Обучение проходило на русском языке. Уже несколько лет мы работаем с Центральной Азией и очень плотно в последние годы работаем с университетами Узбекистана. Программа шла по схеме 3 плюс 1. Три года они обучались у себя дома, один год они обучались у нас. Именно вот эта бакалаврская программа информационной технологии в экономике управления, она очень важна и для российской стороны, и для хозяйственного комплекса Республики Узбекистан, потому что у них большая потребность в специалистах в области кадастра, в области применения современных информационных и космических технологий в самых разных областях хозяйственной деятельности. И наш первый выпуск, наши студенты прекрасно это понимают. Несмотря на пандемию и на все внешние факторы, усложняющие передвижение по миру, три года, пока студенты обучались в Узбекистане, преподаватели из Казанского федерального университета также приезжали к ним в университет, где преподавали основные дисциплины, связанные с практическими занятиями по геоинформационным технологиям, а также консультировали студентов в дистанционном формате. За этими студентами идут следующие курсы, это третий, второй, вот в этом году планируется набор первого курса, то есть эта программа не, скажем так, единичная, она уже идет по всем остальным курсам, и вот в частности следующий проект, он уже идет немножко по другому формату, то есть студенты, которые сейчас обучаются на третьем курсе в УЗИ, они с сентября на четвертый курс уже полностью приезжают сюда на весь учебный год. Защитившись в Казанском университете, студенты получают сразу два диплома. Диплом бакалавра по направлению картографии геоинформатика КФУ и диплом национального университета Узбекистана имени Мирзулукбека. Учеба была нелегко, госэкзамены тоже были, но наши учителя помогли нам. Сейчас экзамены, и потом сегодня защищали дипломную работу, ну все круто. Отметим и то, что программа расширяется. Помимо национального университета Узбекистана имени Мирзулукбека, Казанский федеральный университет ведет работу с Самаркандским университетом экономики и сервиса, а также с Бухарским государственным университетом. На этом все. В студии была Сабина Гасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok